Всем привет! Продолжаем про Чужого. Итак, вот как бы выглядел Чужой Ромал, например, в 80-х, скажем, после событий самого первого фильма Ридли Скотта, если бы захотели снимать, если бы его не было, такого бюджета, который выделили ему в данный момент времени. На самом деле, таких фильмов было предостаточно, про всякую инопланетную заразу и всякие гадости в лабораториях, которые люди выращивают. Посмотрите фильмографии того же самого Кормана, который был продюсером в таких многочисленных отделах. Есть несколько таких весьма заметных фильмов. Ну, на самом деле, вот «Галактика ужаса» и «Запретный мир» — это наиболее близкие к первому Чужому. В этом фильме, если вы вдруг его пропустили или не видели, я про «Запретный мир», здесь, блин, ну просто практически калька с Чужого. Здесь даже космос и первоначальные титры показывают практически, как у Ридли Скотта. Ну, понятно, стилистика, всё другое, но прям почти дословно повторяют именно саму суть. Дальше в лаборатории выращивается некоторая мерзость, которая потом каким-то образом умудряется вылупиться, ожить. Ну, тут единственное, пошли чуть дальше, точнее, проще, я бы сказал. Сделали так, что тварь, когда, условно, родилась, да, трансформировалась в очередную бяку, по сути, какая-то чёрная херня с пастью, по сути, башка Чужого на ножках, можно сказать, она, значит, стала превращать себя в корм. И, типа, самое смешное, конечно, в этом фильме то, что там главные герои пытаются с ним бороться, бегают туда-сюда, стреляют, у них даже оружие есть, но победить его так просто не могут. Типа, и способ его одолеть, это надо, значит, разобраться вот с этими какими-то ужасными, даже не полутрупами, а кусками биомассы, которые эта херня превращается для того, чтобы продолжать своё существование. Пока ты с этим не расправишься, ничего ты с ней сделать не можешь. Конечно, выглядит это сейчас довольно смехотворно, но просто к тому, что тема вот этих лабораторных существ, пришельцев, и когда один небольшой экипаж вообще не знает, как с этой тварью справиться, она была очень популярна и в 80-х, и в 90-х. В нулевых, конечно, всё ушло больше там в супергероику, в комиксы, но, тем не менее, если у вас ностальгия по таким фильмам, как Чужой и вообще, в принципе, всякую тревогию, если вам понравился Чужой Ромал, я вам рекомендую просто, как в качестве такого ностальгического шага, сделать что? Возьмите, найдите в хорошем качестве, вот, посмотрите, откройте биографию Кормана, именно продюсера, у него очень много фильмов, и прямо вот с 80-х по 90-е смотрите, что там не один из 10, грубо говоря, рейтинг, да, чуть-чуть повыше, и что на тему вот этой космической фантастики и всяких тварей. Там реально достаточно много забавных фильмов, а в следующих обзорах я покажу и разберу, в общем-то, ещё несколько названий, которые, вероятно, не все до сих пор смотрели, но я эти фильмы видел очень давно, ещё и по телеку их когда-то показывали, потом, ну, как-то в сети всё это стало легко находить. Плюс, самый прикол, что сейчас всё-таки эти картины можно найти уже в приличном, добротном качестве, их даже на Ютубе выкладывают целиком, можно найти, посмотреть, поугарать над тем, как это снималось раньше, если мы говорим не про топовых киноделов, но в целом, иногда под настроение такой трешничок даже заходит, можно посмотреть, я предпочитаю смотреть это с кем-то из товарищей, из друзей, чтобы просто поугарать над тем, как это было снято, что снимали это всё на серьёзных щах, ну, и, в общем-то, на фоне всех вот этих фильмов, если сравнить, и до сих пор, если кто-то говорит, что Чужой Ромову это говно, вы подумайте ещё раз, либо вы не видели вот такие фильмы никогда и не можете сравнивать, как бы, оценивать, грубо говоря, объективно, то есть те, кто говорит, что Чужой Ромову говно, говно на сколько? Чё, один из десяти, два из десяти, вы в общем принятой шкале киношной, там, на МДБ, на Кинопоиске просто можете оценить. На мой взгляд, говно это когда, там, один из десяти, три из десяти, но если у фильмов рейтинг, условно, там, уже четыре, пять из десяти, это всё-таки уже, ну, более-менее смотрибельно. То есть для глаз, для ушей это всё можно выдерживать, оно не настолько ужасное, убогое и скучное, как очень многие, блин, ну, я не знаю, тысячи, десятки тысяч фильмов есть гораздо хуже. Поэтому, смотря с чем сравнивать, Чужой Ромов всё-таки это большое производственное кино с огромным бюджетом, с огромными сборами, между прочим, и при всех его недостатках и косяках, которые, там, особенно во второй части фильма видны, ну, если вы его сравните, вот, я говорю, повторюсь, с тем, как снимали подобное кино 30-40 лет назад, ну, господи, прогресс очевиден, что вы говорите. А так, напомню, мой любимый фильм до сих пор это Чужой третья часть, после него идёт, естественно, вторая, Чужие Кэмерона, обожаю, ну, и дальше, там, остальные плюс-минусы для меня получаются одинаковые, пока сейчас по содержанию, но, в общем-то, я люблю все фильмы этого жанра, не только Чужих, но даже такие аналоги иногда можно поугарать, а данный фильм у меня давным-давно был добавлен в коллекцию, к счастью, не на DVD, не на Blu-ray, а просто, условно, в цифровом виде, как и несколько тысяч других замечательных фильмов, про которые я впоследствии, может быть, сделал обзор, если у меня будет немножко времени. На этом всё, давайте увидимся с вами в следующем видосе.